Как прокомментируете два матча против Хумо? Ваша команда играла в большинстве против троих, но не смогла реализовать этот момент, а в ответ Хумо забили? Да, оно все одно на одно. С такими командами все готовятся к плей-офф, и когда 5 на 3 у тебя преимущество, ты должен забивать. Мне забили ты, тот же ты получил, и поэтому так получается. Вы считаете, что все-таки дело в физическом готовности или все-таки в психологии больше? Тут, знаете, тут больше физическое сейчас состояние команды. Ну и лично нас, как тренеров, сейчас беспокоят. Ну и когда ты забиваешь по одному голу в двух матчах, то это тоже непорядок. Поэтому будем работать. А физическое состояние связано с тем, что вы нагрузили команду, закладывая базу к плей-офф, или просто оно само по себе такое? Ну, видите, что все равно у каждой команды, я думаю, что по сезону есть какой-то спад. И я думаю, что хорошо, что это сейчас случилось в передплое, что мы сейчас где-то попали в какую-то ямку, с которой надо выбраться. А вы вот уже анализировали, с кем проще было бы играть в первом круге? Ну, как бы, знаете, все равно ты, когда смотришь турнирную таблицу, с кем-то хочешь больше, да? На кого-то хочешь больше попасть, на кого-то меньше. Ну, как хотелось бы узнать. Я оставлю как бы это без комментариев. Я думаю, что турнирная таблица все расставит на свои места. Вопросы есть ли меньше? Ничего? Спасибо. Спасибо большое. Евгений Николаевич, я вас поздравляю с двумя уверенными победами, как прокомментируйте два матча. Ну, во-первых, первый матч был в пятилетии клуба. Я думаю, ребята прониклись этим. Был разговор серьезный. Ребята выложились и красиво и здорово сыграли, выиграли. Ну, а сегодня уже не то что по накат, потому что нам очки нужны. Ребята тоже собрано подготовились. Молодцы. Отдать должное ребятам. Поддержка хорошая. Хороший хоккей был. Виктор Иванович, оба матча в концовке пропускаем шайбы и Романа Смирягина лишаем сухаря. Как с этим бороться? Ну, вы же были в раздевалке. По этому поводу было замечание. Сегодня мы собрали, когда пятый гол оставалось четыре минуты, мы собрали команду и сказали, что, ну, к сожалению, кто-то не услышал. Ну, будем работать. А так, конечно, вот эти голы. Раньше, вот когда я там, ну, когда игроком был, мне как тоже иногда непонятно было, вроде ты играешь, там, ну, ладно, в конце ошибся, но выиграл, там, пять-два, все. А Владимир Владимирович Юрзинов очень жестко к этому относился и пару раз сажал меня. Ты обижался, вроде как, игрок. Сейчас-то ты как тренер, понимаешь, нужно играть до конца, учиться. Играть до конца, потому что маленькая, еще раз, один эпизод может всю игру сломать. Ты можешь с командой здорово играть, там, 40 минут, 50, в концовке ошибаешься, ты эту игру проигрываешь. Поэтому очень важно играть до конца, собрано, что мы не сделали. Это, как говорится, кусок, это как, ложка дегтя, бочки меда, да, вот это, но нужно работать с этим. Артем Валеев сегодня набрал четыре очка, причем сделал первый в истории хумо хит-трик. Может быть, как-то поощрите его? Ну, конечно, я парень талантливый, молодец, приехал, работает, у него есть цель вернуться, у него есть все для этого, все для этого, чтобы играть на хорошем уровне. Парень талантливый. Единственное, поставить голову ему то, что он сейчас делает и играет на команду. Он стал лидером, настоящий лидер команды, от его игры зависит много, поэтому я думаю, в таком возрасте хорошо стать лидером. Флаг в руки, пожалуйста, игрового времени у него достаточно, тренера в него верят, так что нужно брать это. Сегодня Алматы позволило сравнять счет Бея Борису только за полсекунды до конца и проиграл в овертайме. Наверняка алматинцы выйдут на следующие матчи мотивированными, они борются за плей-офф. Будете как-то разбираться особенно эту команду? А мы к каждой готовимся, без разницы, это лидер или там внизу команда. Это наша работа, и с ребятами постоянно вот эта работа идет. Мы разбираем у соперника сильные стороны, слабые стороны, большинство, меньшинство стандарты, очень важно. По вратарям тоже работаем, поэтому это профессиональная работа. Здесь все работают, и когда выходя на соперника, мы знаем, как мы будем играть и что нужно делать, чтобы обыграть эту команду. Это очень важно. Недооценка, еще раз, в хоккее нет плохих соперников. Для нас это очень важно, чтобы мы правильно играли, выигрывали радио-рассудители. Это очень важно. Выходной дойдите к команде? Да, завтра будет по плану выходной, ребята вздохнут, поэтому здесь заслужили, во-первых. Но у нас все тоже по плану, по плану. А некоторые ребята там дополнительно работают, поэтому здесь все расписано, все нормально. Я думаю, ребята тоже уже понимают, которые сейчас приходят в такое важное время, самое лучшее. Вот для меня, мне просто нравится, когда плей-офф идет, вот эти игры. Например, здесь ребят не надо уже мотивировать, когда еще чемпионат идет, там нужно что-то. А плей-офф это специальный такой отдельный чемпионат, где уже игроки знают, что от этого очень много зависит. Они готовы и приятно работать. Дай бог, чтобы все нормально было. Евгений Николаевич, у вас вопрос, возможно? Да, только погромче, у меня вот это ухо не слышит. Все, все, вокруг погромче будем, да. Смотрите, если посмотреть на Би-Борыс на октабе, в принципе, соперники равны. С Би-Борысом у нас были очень близкие игры. Сегодня, видно, и вчера было видно, что мы очень сильно выступили. Вопрос, это мы уже постепенно откатываемся в сезон, или у нас сегодня и вчера получалось больше, чем, ну, по реализации, чем с Би-Борысом? Ну, я скажу, что получалось там, в принципе, тоже с Би-Борысом. Не так плохо мы играли, не так плохо. Но это опять же, понимаете, после этой паузы новогодней, это был большой перерыв. Вот сейчас мы уже вкатились, уже треть там чего, да, вкатились уже, уже легче, видите, уже и связи работают, и здесь, и здесь уже проглядываются. Потому что сразу после такого перерыва тяжело. Я, честно сказать, вот сегодня думал, что будет тяжелее. Ну, вовремя забили, ну, и в этих двух играх хорошо, там, полезли на пятак, то, что вот мы обговариваем с ребятами, то, что сейчас 80%, вы посмотрите, в последнем финале НХЛ, да, и с 8 там голов 7 были забиты с пятака. Это броски и работа на пятаке. Мы уделяем большое внимание этому на тренировках, в разборах тоже самое. Ребят нацеливаем и дает результат. Они сейчас полезли на ворота. Там, посмотрите, такие трудовые голы и в падении, там, и с добивания. Это радует то, что ребята понимают, как нужно выигрывать. Вот это важно. А еще радует нас то, что у нас сейчас 4, в принципе, равных звена, особенно бросаются в глаза. Помните, первая наша команда, 2 звена. Да, 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 было. А здесь и 4-й, Журавлев, Валерий, вообще в полном порядке. Вы их все-таки оставите? Или там будет... Ну, будем смотреть. Ну, а так все равно, если раскладываете, посмотрите. Два дня подряд играем, да. Большой, да. И увидите, что у нас такой скоростной хоккей. Мы не с раскатиков, нет, мы играем быстро в современный хоккей. Поэтому здесь нужно, конечно, 4 звена, чтобы они молотили по 20 секунд, быстро. И вы видите, как только мы начинаем соперника прессинговать везде, у них, конечно, будут трудности. Как только мы немножко сбавляем здесь, они разбегаются, и тогда трудности у нас. Поэтому для того, чтобы играть в этот хоккей, первое, это, конечно, 4 звена, физика, правильно, смены по 20 секунд, по 25. И вот это быстрый хоккей, быстрый хоккей, который сегодня показывает и НХЛ, и лучшие команды КХЛ. Это будущее. И такой вопрос, вы персонально как-то готовились к главной куче, но и вот у них на 21 номер, по-моему, по-моему, 27 номер. Мы разбирали, забирали большинство, все, да. Ребята тоже нацеливали, там, то, что есть техничные ребята, здесь нужно сыграть с ними поближе, клюшечку, не смотреть, да. И побольше в корпус играть, пожестче с этими ребятами, полотнее и пожестче. И главное вот это вот, в своей зоне держать то, что мы делали там в обороне, вот это должна быть система. Мы заходим в нее, да, и вот в ней работаем. И она дает результат. Отлично. Мы привыкли видеть через матч Смирягина и Мальгина. В предыдущей серии Мальгин пропустил три шайбы, вы его заменили шайм Ордановым. Вчера, сегодня играл Смирягин. Как Мальгин и чем? Нормально, нормально готовиться в рабочем режиме. Здесь просто нужно немножко по физике ему добавить. Здесь индивидуальная работа нашего тренера по вратарям. Здесь мы всегда обмениваемся мнением, да. Он, это его работа, он решает здесь. Мы просто подсказываем здесь, потому что вратарские, это что-то свое. Здесь, я скажу, не так просто, поэтому у него хорошее отношение с вратарями, поэтому Роба решает и делает правильные выводы. Адамиру дадите шанс? Конечно, будет у него даже. Парень молодец, вышел, сыграл молодец. Только здесь иногда, вы понимаете, когда молодой, сыграл, эмфория такая сразу везде. И вот нужно немаленько его опустить, потом поработает, и опять получишь свой шанс. Обязательно, потому что у него игровое время, нужно ему. И все ребята, которые, там и Коган тоже получит время. И я думаю, что Расулов сейчас выздоровеет, пойдет, тоже сыграет ребята. Потому что работает хорошо, шанс всех будет. Спасибо.